распаковку сегодня захотела снять приехали из хита накупили всего как обычно думаю надо снять показать что интересного в принципе хит особо не обновляют там но свой ассортимент но все же есть такие товары которые мы раньше не брали некоторые но основном то что мы обычно берем кушаем с удовольствием по ценам там я считаю даже многие позиции дешевле чем в допустим в евро опти поэтому где все все в магазинах между прочим потому что вот мы были в хите да там очереди просто космические просто там такие очереди причем ну как бы казалось бы до коронавирус дистанция все дела никому нафиг уже не упала эта дистанция все щемятся побыстрее кассе щитненько друг дружке быстрее бы быстрее бы впихнуться пролезть в эту очередь никто не смотрим на какую дистанцию все уже щемятся друг другу лишь бы быстрее закупиться их рассчитали и пойти быстрее домой с продуктами и И, кстати, многие сегодня, я так поняла, вот, ну, как-то такой есть маленький интерес, когда стоишь в магазине в большой очереди, ну, просто посмотреть, да, в других корзинах, что люди берут, да, в корзинах, в тележках. И вот сегодня пятница, не зима, да, поэтому сегодня в магазине в очереди у людей было в основном какое-то бухлишко, винишко, там все, вот эта вся история, да, пиво. Очень многие в хите брали по 8 рублей, ну, мы не брали, нам не надо, у нас есть по 8 рублей, значит, решетки для мангала, колбаски, курочку, все там запекать. Ну, многие, кстати, на решетках даже овощи запекают, очень, ну, на костре делают, на огне, очень вкусно, привет, Марина. Вот, поэтому сейчас хочу рассказать распаковку из хита, показать, что там интересного вообще, что почем. Ну, вот, как уже, еще раз повторюсь, уже говорила, особо много новых продуктов не будет, но все-таки я там кое-что взяла, то, что раньше мы не брали. То, что, ну, опять-таки, почему мы это не брали, потому что этого не было в хите, вот, этого раньше не было, этих товаров, а теперь они появились. Так, давайте берем первый пакет. Тяжеленный, огроменный, вот, ну, как обычно, из хита. Сразу скажу, чек, чек венючий, такой здоровый, но мы закупаемся раз в две недели, иногда даже, ну, иногда, когда раз в неделю съездим, немножко закупимся, иногда раз в две недели. Так, чек получился 111 рублей 38 копеек, но это за счет алкоголя, если бы не алкоголь, то было бы 100 рублей. Так, развязать не представляется возможным, поэтому... Ну, правильно, что жалить эти пакеты, да, будем загрязнять природу дальше, что уж свалки меньше не станут, да, все дела. Так, что взяла? Взяла, очень люблю перец, вот такой, желтый. В чем прикол, короче, в хите? Перец есть желтый, есть красный. Желтый по 7,90, по-моему, там, я скажу, если я найду в этом длиннючем чеке этот перец. Ой, секунду. Ля-ля-ля-ля-та-па-ля. Где перец? А, прикол, нам, наверное, перец не пробили. О, нет, перец желтый, 7,99, да, за килограмм. Вот эти 600 грамм получилось, да, 3 перца, 600 грамм, 5 рублей. То есть, считайте, одна перчина, где-то рубль 70, да, ну, то есть, так нормально стоит перец вообще, 7,99 за килограмм. Вот здесь 600 грамм, да, получается 200 грамм один перец, то есть 5 штучек у вас получится на килограмм, на 8 рублей. А красный перец, почему я беру желтый, не просто так, потому что красный перец у них вообще там по 9 с чем-то рублей, вот, почти 10 рублей. По вкусу, ну, как по мне, разницы нету, да, и то вкусно, и то вкусно. Поэтому разницы нет, желтый перец дешевле, берем желтый, вот и все. 7,99 за килограмм, вот такие перчики, красивые, очень красивые перцы, очень красивые, прям огонь, мне очень нравится, очень. Вот, дальше, что взяла? Я взяла еще вот таких вот 3 огурца. Почему 3? Я бы взяла больше, если бы они были меньшего размера и с пупырышками, знаете, вот эти нормальные огурцы, которые пахнут огурцом, реально, которые пахнут огурцом, которого вкус огурца. А вот эти огурцы, ну, они такие отличаются очень сильно, они, на самом деле, очень водянистые такие, да, поэтому, ну, их режешь, и они прямо водой текут, не то, чтобы даже соком, а именно, ну, такой сок безвкусный, как вода. У них не особо искус, ну, думаю, 3 штуки возьму на салаты. Так, огурцы недорогие вообще. Огурец получается гладкий, 2,99, тут 800 грамм на 2,5 рубля. Ну, на 2,5 рубля 3 больших огурца, мне кажется, вполне даже. Нормально огурцы, говорят, есть и дешевле огурцы, но в хите по 2,99. И в тот раз были вот эти вот пупырками, да, в этот раз не было. Вот, что у меня тут? У меня тут еще один товар, который надо в морозилку выложить, потому что он уже размораживается. Это брокколи. Я беру целый пакет большой брокколи, фастую его на 2, иногда даже на 3 части, но тут получится где-то на 2. Я, вы знаете, уже видели мои сторисы, люблю их с курочкой, да, там со всяким, ну, именно в сковороде делать, типа, тушеное, ну, вообще добавлять, да. Брокколи выходит, сейчас скажу, брокколи. 4,49 за килограмм, тут кило 300 на 5 с чем-то рублей. Нормально очень, я считаю. Вот это брокколи, во-первых, оно очень сытно заполнено. Ну, за счет чего оно сытно? Оно заполняет желудок. И на, еще я где-то читала, что, вот, кстати, напишите мне, кто доктор Лиза меня смотрит, если знает, правда ли то, что на переваривание брокколи организм тратит больше калорий, чем есть в самом брокколи. То есть, получается, ты ее ешь, и переваривая, ты тратишь еще больше энергии, чем вот эта брокколи, то есть ты худеешь фактически. Я не знаю, ну, я покупаю не поэтому, а потому что я люблю брокколи. Вот, дальше, товар, который мы берем всегда, просто из хита, я без этого не выхожу, но если только уж совсем плохого качества, это бананы. Бананы шикардосные, в этот раз классные бананы, очень, они прямо, вот понимаете, что прям пахнет такой яркий вкус, ну, не вкус, а аромат. На вкус они тоже очень сладкие, очень прям сладющие бананы. Вот такие, тоже большой пакет беру, беру много бананов, мы их съедаем. Банан получается... сейчас все вам расскажу. Так, а где же банан? Банан 2,99, тут 2 килограмма на 5,5 рублей. Почти по 3 рубля килограммы. Ой, бананы по 3 рубля, да, 2,99. Нормально. Стоит как огурец, но это же банан, да, это же не водянистый вот этот вот по 2,99 водянистый огурец, да, который, ну, чисто ты добавишь куда-то, ну, не знаю, просто докрошишь в салат какой-то, да, но не так чисто его есть, он совсем невкусный совершенно, а это ж сытно, калорийно, сладко, вкусно и полезно. Бананы по цене огурцов водянистых, я считаю, просто шикардос. Вот, дальше сейчас показываю то, что мы не брали. Очень дорого обошлось, но я захотела. Вот, где эта позиция? Эта позиция называется авокадо за килограмм 9,79. Я взяла всего лишь 2 штучки, всего лишь 2 штучки авокадо, они получили 636 грамм, то есть, понимаете, да, 300 грамм, даже больше, одна это авокадо, одна штука, получилось на 6 рублей. То есть, грубо говоря, вот этот вот 300 грамм авокадо 3 рубля, там, с копейками небольшими, да, ну, 3 рубля, грубо скажем, это дорого. Ну, если бананов килограмм стоит 2,99, да, то авокадо, одна вот штучка, 3 рубля. Вот, ну, я хочу попробовать, я хочу попробовать один, если он не дозрел, он еще полежит дозреет, второй потом. Вот, ну, попробую, очень мне захотелось, никогда не завозили их в хит, но с недавнего времени начали. Я в прошлый раз не взяла, а в этот раз решила попробовать. Ладно уж, как говорится, с получки можно. Вот, я считаю, все так, наверное, делают, да, с получки, когда идут закупаться, немножко что-то себе позволяют, возможно, по еде, ну, больше, чем рассчитывали, да, какие-то там вкусняшечки. Вот, взяла томаты, помидорки, помидорки обыкновенные, тоже целый пакет за недорого. Все, помидоры уже дешевеют, сейчас скажу, сколько стоила эта помидора. Томат 2,99, вот и считайте, если томат 2,99, полтора килограмма 4,80, получается огурец, который водяной вообще абсолютно, и помидорка, да, которая, кстати, небольшого размера, удобного, не огромные, потому что большие помидоры, они еще полузеленые продаются. Вот эти помидоры, они прям красные, они еще такие плотненькие, хорошо держат форму, поэтому они, они уже созрели, но они еще не мягкими не стали, они еще классно держат форму, поэтому за 2,99 помидоры такие или водянистые огурцы, ну, огурец я так до кучи взяла немножко, поэтому лучше помидоры, я считаю. Отличная цена сейчас идет. Так, ну и гвоздь программы, то, что мы тоже не брали в хите. Я решила взять, попробовать там мясную продукцию. Что я взяла? Я взяла вот такие купаты мясной, да, купаты. Тут немного этих купат, тут этих купат, килограмм почти, 936 грамм она мне взвесила, эта продавщица, значит, по 6,99 килограмм получилось 6,54 купаты. Ну, попробуем как-нибудь сделаем. Я вижу, я уже вижу через пакет, что здесь, значит, это, тут видно зернышки, французская горчица добавлена в них, в самих, вот в эти, ну, не знаю, обычно вообще сильно много приправы добавляют в магазинах в эти самодельные мясные товары для того, чтобы, конечно, перебить вкус их залежало, и оно не свежее. Ну, посмотрим. Все равно мы это сырым есть не будем, я это буду как-то переваривать, перетушивать, попробуем купаты из хита, если не умрем, я вам скажу об этом. Если умрем, тоже как-нибудь скажу, вот. Ну, и решила взять, понравилось мне на вид, очень понравилось на вид, в этот раз свинина, как выглядит, поэтому решили, сейчас уберу волосы, чтоб не мешало, вот, решила я взять, прям курицу не брала, кстати, но надо еще сходить будет завтра, наверное, выходной день, за курицей, у меня тут рядом, возле дома, есть мини-рыночек, там есть курица. Я взяла вот такой здоровый, огромный просто кусок, два с половиной килограмма почти. Ох, сколько у меня тут масса, 2,388, ну, 2,400, да, цена за килограмм 7,49, тут 17,89 рублей, это свинина, тазобедренная часть, то есть тут мясо чуть-чуть такое с салком, чуть-чуть, не совсем прям мясо-мясо, ну, чуть-чуть так с прослоечкой салка, но в основном мясо очень красивое, мне так погас, поэтому я сказала, режьте, у меня 2 килограмма, но она мне немножко больше отрезала, но это не важно, вот, свинина 7 с копейками рублей за килограмм, мне предлагали свойскую свинину купить за 7 рублей за килограмм, вот, но это надо понимать, что 7 рублей за килограмм, там минус шкура, минус кости, да, то есть как бы здесь же уже чистое как бы мясо, да, поэтому я считаю, это очень приемлемая цена, на рынке это будет 10-12 рублей, скорее всего, уже, а там 7,49, ну, я считаю отлично, главное, чтобы, ну, мы не нарвались на какую-то там, не знаю, неправильную свинку, вот, и чтобы нам плохо от нее не было, ну, я вам об этом тоже, если что, расскажу, конечно же, мясо было нормальное или все-таки не очень, вот, это что касается овощей и мяса, тут овощи, фрукты, мясо, вот, берем следующий пакет, вот, если вам еще там интересно, хоть бы кто комментарий написал вообще, что, а, вот, Маришка пишет, так, 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 секундочку, девчонки, почитаю, тоже слышала про брокколи, наверное, говорит, красный цвет помады, что за она, сейчас скажу, куда ты добавляешь авокадо, авокадо пока не знаю вообще никуда, я его вообще ни разу не покупала, я вам честно скажу, я не покупала авокадо, единственный авокадо, который я ела до этого момента, это который был в сушах, да, когда заказываешь суши, ну, роллы домой, там выставку, там авокадо, ну, вроде вкусное, не знаю, ну, такое, посмотрю рецептики, там какое-то пьесто можно делать, может, что-нибудь замутим с этим, может быть, типа, вот такую, эту пасту, да, как-то там делают авокадо, что-то еще добавляют, яичко, еще что-то, и на бутер мазать, типа, вкусное, ну, попробуем, попробуем что-нибудь сделать из авокадо, посмотрю рецептики, вот, я думаю, две штуки мне хватит, чтобы понять, вообще, стоит оно того, или вообще это не мой товар, вот, помада, я снимала сториз вчера, или позавчера, не помню, позавчера, по-моему, помада Рилуи Парадиза, новая линейка, такие в тюбичках матовые жидкие, ну, как блеск, такой тюбик со спонжем, да, матовые жидкие, очень, я довольна качеством, но, я думаю, я расскажу о ней, либо пост сделаю, либо сториз, ну, скорее всего, сториз в инстаграме, вот, потому что все уже говорили про эту помаду, ладно, пойдем по еде дальше, второй пакет, батон, беру резной, потому что, ну, вот это вот резать, ну, смысл, типа, ненамного это дороже, чем нерезанный батон, поэтому, вот, и такой обычный хатный батон, сколько там, рубль 50, по-моему, или сколько стоит, обыкновенный батон, буду себе сегодня бутерброды делать, вот, а, и достала, главное, смотрите, да, достала, перед тем, как снимать, вот такую пасочку, ну, тару, думаю, мясо положу, и положила его на стол, вот, я сейчас положу хотя бы, чтобы оно не пачкало клеенку, ну, оно в пакетах, но все равно, в тарелку, так, хлеб, это батон, его белый, хлеб, слушайте, повадилась я брать, вот такой вот хлеб, называется, хлеб этот, пекарь, он стоит недешево, это самый, наверное, дорогой хлеб в хите, 400 грамм здесь, но бородинский аппетитный, нарезанный уже, его 400 грамм, то есть, вот, на просвет можно увидеть, здесь 5 огромных вот таких вот кусков, больше, чем моя рука, почему я его беру, потому что черный хлеб, ну, вот, в нашей паре, у нас дома, в нашей семье, как говорится, да, мы не съедаем, даже если мы берем не то, чтобы целую буханку, а даже если мы берем половинку, нарезную, мы ее не съедаем, здесь 400 грамм, это мы съедаем, понимаете, до того, как оно начнет покрываться плесенью, поэтому я беру вот этот хлеб, все, его нам достаточно, такой пачки лучше купить свежий, иначе тупо плесенью идет, и все, вот, потому что, ну, черный хлеб мы едим только с супом, скажем так, да, а белый уж там на бутере, да, что-то такое, вот, дальше поехали, дальше сыр молочка, взяла кусочек сыра, ну, захотелось мне тоже сыра, давно не брал сыр, сыр голландский брусковый, 45%, цена за килограмм 11,79, ну, сумма 3,40, вот тут вот, наверное, если это 3,40, это, ну, где-то грамм 300, наверное, 400, да, что-то тут, а, 288 грамм, ну, 300 почти грамм, да, за 3 рубля, нормальный кусочек сыра, так, куда-нибудь, вот, помидоры купила, может быть, типа такой салатик с помидорой, сыром, майонезиком, люблю, очень-очень люблю помидоры под сыром, это прям моя страсть, прям обожаю их, прямо жить без них не могу, но помидоры зимой были дороговатые, поэтому, ну, как бы, вот, наконец-то настал мой летний сезон, когда я буду точить помидоры с сыром, наконец-то, моя любимая закуска, взяла творог, 2 пачки творог всегда, вы знаете, я говорила, обязательно творог, это обязательно, 2 пачки, что-то там, пару, пару, 20, по-моему, творог 5% бабушкинок рынка, и никакой другой, только бабушкинок рынка, потому что молочка нормальная, бабушкинок рынка, горки, брест литовская, все, остальное есть нельзя, сметана 15% брест литовская, тоже, по-моему, она была, знаете, что 15% это не жирная, рубль 89, или что-то такое, до 2 рублей, до 2 рублей, определенно, потому что сметана, сейчас уже вот такая пачка, 400 грамм больше, до 2 рублей стоит, а, кстати, многие делают сметанку, вот тут вот 380, написано, но брест литовская 400, вот, так, девочки, все, пересыхает горли, это надо чем-то запивать, ну, ничего тут нету поблизости, не могу, уже сейчас сорвется голос, молоко, молочка, да, говорю, молочка, творог, сметана, сыр, молоко полтора процентное, не беру жирное, нельзя нам жирное, у нас Андрюшенко немножко толстенький, поэтому нельзя, вот, молоко вот такое, в банках, для чего уже объясняла, не пакеты, мне удобно, честно, мне удобно поставить вот банку на дверку холодильника, потом ее брать удобно, ничего никуда не разольется, а этот пакет, я не могу, он меня просто бесит и раздражает, рубль, сколько молоко, рубль 49, что-то меньше, чем полтора рубля, что-то вот такая цена, молоко, в чек уже не буду смотреть, но вы цены, в принципе, знаете приблизительно, да, так, шампиньоны, у меня есть всегда консервы в запасе, да, какие-то, ну, вот, допустим, такие консервы, которые запекать или в салат, или на бутеры, то есть, у меня есть шпроты, у меня есть горошек, потом кукуруза, и в морозилке палочки крабовые, на всякий случай, на салат, ну, вдруг, вот, скажут, там, не знаю, гости придут, какой-то праздник или посиделки, да, а денег, ну, ну, нету денег вдруг, да, я все покупаю впрок, поэтому то, что хранится. Шампиньоны взяла, у меня есть ананасы на салат с курочкой, я обычно, или выпечку, когда, не выпечку, а когда запекаю курицу с ананасом, а вот это я взяла, скорее всего, я запеку Андрюше свининку, он любит, попросил свинину приготовить, раз я уже ее купила, да, я, скорее всего, вот с грибами и помидорами запеку, очень вкусно будет. Шампики тоже что-то там по 2 рубля, что-то такое, не, наверное, даже дешевле. Ой, сейчас скажу, шампиньоны резаны, рубль 65. Девочки, но это небольшая банка, то есть, понимаете, все, чек упал сейчас. Подниму. Это ж небольшая банка, вот здесь вот вся масса 400, масса продукта 200, то есть, ну, я брала 2, потому что там мало резаны эти шампиньоны, они коряво резаны, я буду их еще резать потом ножом помельче, потому что там такие кусища, ну, ни туда, ни сюда, как говорится, вот. Потом, что такого еще из консервы? Из консервы взяла горбушку, горбуша, 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 2,59. Ну, сами понимаете, горбуша рыба красная, да, кусковая, куски горбуши. Горбушу ем только я, вообще, консервы эти рыбные ем только я. Андрей, в принципе, рыбу не любит, только если я приготовлю ему запеченную рыбу, без костей, вот такая вот история, да, все, едим, а рыбу не едим. Ну, ладно, вот эти консервы люблю я, я люблю эту красную рыбу, горбушу. Взять белый батон, девочки, это так вкусно, я не могу передать словами, как я это люблю, батон белый, нарисной, да, масло, и сверху эту рыбу. Это все, это жирно, неимоверно, но отвал башки. Обожаю, поэтому иногда беру. Вот, что еще тут? Дешманская по 80 чем-то копеек килька в томате тоже иногда очень хочется. Должна быть в запасе всегда, если вдруг жрать будет нечего, как говорится, а то, знаете, ну, как говорится, сегодня зарплата есть, а завтра, может, и не будет, такое дело, коронавирус, все дела. Немножко, да, влияет, запасаемся, запасаемся. Как хомячки, килька с фасолью и морковью тоже в томате, рыбахит тоже рубальщин-то стоило. Ну, я первый раз, кстати, увидела вот такую кильечку именно с фасолью и морковкой. Решила попробовать, думаю, должно быть вкусно. Вот, что еще, что еще? Что-то в районе 5, наверное, рублей. Ветчина по-домашнему. Вот такой батончик ветчинки. Ну, не всегда хочется вот стоять, готовить это мясо, да, иногда хочется сварить какую-то кашу или вообще макарон, но я не люблю макароны. Вот, ну, иногда так вот и отрезать какой-то колбасятин. Я вообще не покупаю колбасу, вы это знаете. Ну, если я уже беру что-то такое, то я стараюсь брать, ну, типа вот куриную из курицы, вот такой ветчинки, типа что-то. И все, другие колбасы я, ну, не беру, не люблю я. Вот это все там никакого мяса вообще и близко нет. Так, теперь еще. Взяла вот эту за 2,5 рубля, по-моему, 200 грамм. Большая упаковочка такая. Обожаю тоже на батон. Маслечко и сверху вот эта закуска лососевая. Вот такая вот соленая, зараза вот эта. Ну, то есть, поэтому батон и масло, чтобы хоть, ну, не так солено было. Вот. Люблю очень. Иногда с получки беру так побаловать себя, немножко бутеры такие намазать. Вот. Дальше, девочки, то, из чего мы из хита не уходим никогда, это кофе. Кофе у нас, поскольку кофеварка, да, нам надо молотый кофе. Я уже так это ее прелюбила вообще всей душой, поэтому молотый кофе. Вот таких 2. Жакей стоил 4 с чем-то рубля и Legend of Column 3,70, по-моему, такое. Несмотря на то, что вот этот кофе очень дешевый, очень, да, то есть обычно кофе по улик там 5-6 рублей, лаваза вообще 10 рублей практически за такой 250 грамм спрессованный пакет, да, пакетик. Вот этот Legend of Column, это вообще, девочки, такой вкусный кофе, он такой ароматный, может, там и подмешали какой-то яресть, но он очень ароматный, очень. Мы его прямо прелюбили, вот серьезно, вот такой вот кофеечек в хите, недорого. Кто пьет много, у кого большой расход, знаете, сэкономить и можно и сэкономить. Ну и вот такой же окей, он пятерка обжарки, очень мощный такой, ну, Андрей у меня такой любит, поэтому я взяла еще второй вот такой. Ну и что у меня такое еще? Еще овощи показала, молочку показала, мясо показала, рыбу, консервы, уже что только не показала, кофе, еще будет, еще вот кофе, сейчас покажу еще. Что мы нашли в хите? Нормальный пакетированный чай, непротивный, без осадка, который очень даже можно пить. Вот я взяла две, себе на работу и Андрею на работу. Вот такой чай Телс, зеленый. Что-то он стоит, вроде рубль 70-25 пакетиков здесь. Отличный чай со вкусом лимона, замечательный, на работу просто шикардос. Вот, беру такой чай. И последнее в пакете, это мои наилюбимейшие конфеты из хита. Да, просто, я не могу без них. Ну, сладкого тоже хочется иногда, да. Я вообще хотела взять зефир в своем время, такие большие упаковки, российский зефир в шоколаде. Вы знаете, я вам показывала там в районе 15-17 этих зефирин, да. Ну, то есть много. Вот, но не было. Зефира не было. И еще я хотела взять напиток растворимый в молоке Рики, такой типа с какао, тоже не было. Поэтому я взяла изделие кондитерское сахарное, конфета глазированное. Слушайте, такое оно забыли. Тирамису. Я уже показывала вам эти конфетки. Тирамису. Это, как сказать, типа птичье молоко, только со вкусом шоколада и кофе. В шоколаде. Ну, глазурь, да, шоколадная. Вот, глазированные конфеты. Суфле-конфеты. То есть суфле, ну, как зефир, грубо говоря, оно в людей как зефир, как птичье молоко. Вот такое вот, да. Очень вкусные. Ну, прям, ну, очень вкусные конфеты. Я их просто обожаю. Они легкие. За счет этого, ну, нету такого ощущения, что ты съел что-то там вот прям тяжелое, химозно-сахарозное такое прям непонятное. Вот. Очень классные конфеты. Кофе, чё, ну, вообще обожаю. Легкие, вкусные, изумительные конфеты. Так, что тут у меня целый стол уже завалило. И третий пакет. А, тут еще маслечко. Не только, девочки, не только. Маслечко вот это golden. Я чего докупила? Мне бы, я бы не покупала, но я одно взяла себе на работу, кстати. Сейчас для некоторых кто работает со мной будет шоком. Да, принесла на работу соли и масло. А что, лето, беру с собой помидоры в улез, там свежее порезал, заправил маслом, солью и салатик точишь на обеде. Очень вкусно, хорошо. Поэтому одну бутылку занесла на работу. Но масло ж не портится, его не надо в холодильнике хранить, да, поэтому занесла. И вот докупила масло. Сели домой одну бутылку еще. Одну, потому что у меня еще одна почти целая. Там Альтера, которую я пользуюсь. И девочки, вы знаете, что без этого я не знаю. Я не знаю, как себя от этого отучить. Как перебороть эту страсть, эту любовь до гроба. Просто. Я не знаю. И Андрей никогда этого не ел, пока не появилась я. Честно вам говорю. Догадались, да? Майонез. Это ж просто, я не знаю. Это вот будет меня, даже если обсыпать перчатками, даже если еще что-то случится. Но я не откажусь от майонеза. Я не знаю, как от него отказаться. Это своеобразная такая наркота плохая очень. Вот, ну, блин. Ну, это же не наркотики, да. Для меня пищевой наркотик это майонез. Я не могу отказаться от майонеза. Ну, как можно быть в хите и не взять вот эти вот 800 грамм Махеева? Ну, как можно не взять с перепелиным яйцом? Что-то тоже в районе трех... Ну, всегда стоило 2,99. Сейчас, по-моему, 3,19. Кстати, на 20 рублей майонезик подорожал. На рублей, говорю, копеек. На 20 копеек. Вот. Без этого, ну, нельзя. Нельзя. Любовь к добру. Серьезно. Майонез это все. Это вообще. Что? Как жить без майонеза? Я не понимаю. Это самый мой любимый соус. Майонез Махеев. И вот этот вот, знаете, наверное, майонез Махеев. И кетчуп мой самый любимый. Хайнс. Но я его покупаю в фикс прайсе. Там 450 грамм за 2 рубля. Просто отлично. Просто... Это вообще... Он такой кисленький, но я люблю Хайнс. Почему? Потому что это мой самый любимый кетчуп из детства. Когда я была за границей в Англии, получилась в Макдональдсе. Да, я тогда первый раз попробовала с картошкой фри. Вот этот вот Хайнс. Маленьких таких, да, запакованных штучках, таких тарах. Дают картошке фри Хайнс кетчуп. Это отвал башки. Ассоциация с картошкой фри у меня, честно. И поэтому, как только вижу, покупаю. Так, что еще у меня? Так, девочки, еще решили пополнить запасы нашего бара. Взяли вот такой чин-чин, тоже что-то в районе 5 рублей. Ну, берем нормальное шампанское. Можно пить. Бывает шампанское и лучше. Но из... Именно вот, понимаете, в чем дело? Мы закупаемся в хите, да? И, как сказать, вот если на какой-то праздник, да, то, конечно, мы возьмем какое-то хорошее вино или шампанское подороже, да, там, может быть, ну, в районе 15 рублей за бутылку, 17, вот так вот, да. То есть, ну, вот в этом диапазоне ценового. От 10 до где-то до 20 рублей. Вот так вот. Но закупаемся там, вот, обычной повседневной жизни, да, мы в хите. В хите, в принципе, нет дорогого алкоголя. Там, может быть, есть дорогой коньяк или водка, но мы это, в принципе, не покупаем и не пьем. Я пью только легкие напитки. Поэтому из дешевого сегмента белорусских завода, Минский завод игристых вин, да, мы покупаем там самое сносное, на мой взгляд. Ну, как сносное? Нет, ну, вкусное. Самое вкусное шампанское из тех, что белорусское для меня лично. Это чин-чин. Полусладкое. Спаркинг, вайн, подождите. А, сами сует. Все, полусладкое. Это я отсылала Андрея со шампанским, думала, что он не то взял. Вот. И тоже из дешевого сегмента, который представлен именно в хите. Ну, так, иногда, знаете, можно в пятничку вечером или в субботку под хорошую компанию немножко выпить и вина. Вот. Мы берем либо скрипка с Родивари, я уже вам рассказывала, да, прилюбилась, мне очень прилюбилась. Ну, либо какое-то, поскольку в хите нету дорогих алкогольных напитков, да, и как-то вот так вот. Поэтому иногда можно взять что-то сносное, то, что тебя устраивает, недорогого сегмента. Вот из таких, что я реально могу посоветовать, особенно девчонкам. Сладкое вино. Ну, оно написано полусладкое. Недорогое, тоже в районе 5 рублей. Белорусское. Нет, девочки, это не белорусское. Это не белорусское. Ну, Минский завод виноградных вин, но материал-то не белорусский, понятное дело, у нас разливается. Вот такой дедушкин рецепт. Красный и белый есть. Кстати, а какой у меня? Полусладкое красное. Красный такой дедушкин рецепт. Вот именно женское вино. Потому что оно очень хорошо так сладкое. Оно не отдает спиртам вообще. В отличие от многого белорусского бухлишка, да, все знают. Там все отдает спиртярой. Причем жестко. Поэтому мы предпочитаем брать на какие-то, ну, мероприятия, да, там день рождения, там еще что-то такое. Не брать белорусский алкоголь вообще, от слова совсем. Поэтому на какие-то мероприятия мы берем что-то такое из сегмента. Ну, вот мне понравилось вино вообще, которое я пробовала в США, Карло Росси. Очень вкусное розовое вино. Или какое-то испанское, какое-то немецкое. Немецкое хорошее, очень вина, но те, которые, конечно, дороже 10 рублей, 15-20 рублей за бутылку. А такое, что в хите, ну, в основном там шампанское, вино, водка, коньяк мы это вообще не пьем, пиво тоже мы не пьем вообще. То есть мы вообще почти ничего не пьем, мы только пьем, я пью иногда вино шампанское, Андрей, может, со мной чуть-чуть вина шампанское. Чуть-чуть там что-то там в бокале на дне, и все. Поэтому, ну, как-то вот так. Ну, на праздник, да, можно что-то хорошее уйти. А так, ну, что у нас в баре? У нас в баре пасется вот шампанское, и то часто на какой-то случай, да. То есть такое, на случай неожиданный. Когда вот вдруг резко решили прийти друзяшки к нам. Вот, и венцо такое может пастись, какое-то недорогое, когда вдруг резко к вам пришли. Запасы быть должны. Запасы всего. Я делаю, и вы делаете запасы. В морозилку обязательно. Мясо, овощи, которые в морозилке можно хранить. Консервы обязательно. Масло, крупы. Ну, в крупах заводятся ручки, но после года. То есть год крупа хранится. Макарошки. Что-то такое, что хранится. Все запасаем. Алкоголь тоже. Этот алкоголь со сроком годности. Есть хороший, дорогой алкоголь, который без срока годности. Вот. Выстоянная хорошая вина. Запасаемся. Никто не знает, как дальше будет. Вдруг нам вообще зарплату перестанут давать, и все. И мы в галошу сядем с этим коронавирусом. Поэтому, чтобы еда всегда в доме была. Запасаемся максимально. Ну вот, это все покупки. Тут было все, как я уже сказала, и консервы, чай, кофе, алкоголь, фрукты, овощи, мясо. Даже, это очень дорого вышло. Мясо 20 рублей, даже больше. Сыр, молочка, все, конфеты сладкое. 111 рублей. Вот так. Если бы не брали алкогольную продукцию, допустим, было бы 100 рублей. Ну, как-то вот так вот. Все. Показала все, что хотела. Пишите комменты, что вы из этого покупаете или не покупаете. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...